Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Новости Москва-Баку. Новости Москва-Баку. Мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, и этим случаем воспользуемся для того, чтобы по всем этим вопросам переговорить еще раз и сверить часы. Сегодня же президент России Владимир Путин на встрече в Астане со своим турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом на полях саммита в Астане рассказал об идее создания газового хаба в Турции. Вчера на энергетической неделе после консультации с вашим министром энергетики и с руководителем компании «Бутыш» договорились с «Газпромом». Я сказал об этом публично. Если есть интересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны. По словам Путина, Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Затрагивая тему турецкого потоком, президент России отметил, что этот газопровод успешно работает, хоть его и пытались взорвать. Его, как слышно, пытались взорвать. Но, слава богу, этого не случилось. Он успешно работает. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявив заинтересованность. По его словам, Путин и Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба. Он также сообщил, что тема российско-украинского урегулирования на встрече лидеров Турции и России не обсуждалась. Армения продолжает совершать провокации на границе, несмотря на то, что идет процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Последняя провокация произошла на границе Азербайджана-Армении 12-14 сентября. Об этом президент Азербайджана Илькам Алиев заявил, выступая сегодня в Астане на пленарном заседании 6-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. По словам Алиева, вооруженные силы Азербайджана предотвратили широкомасштабную провокацию, начав контрнаступательную операцию. Как подчеркнул азербайджанский лидер, ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Армении. В результате этнической чистки, совершенной Арменией, за 30 лет пострадало более миллиона азербайджанцев. Несмотря на беспрецедентные зверства, разрушения сотен наших городов и сел, Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга. Говоря о постконфликтном периоде, Ильхам Алиев обозначил одну из главных проблем в регионе – разминирование оккупированных азербайджанских территорий. По словам главы Азербайджана, несмотря на то, что с момента окончания Второй Карабахской войны прошло два года, более 250 граждан Азербайджана погибли или были тяжело ранены при подрывах на минах. Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран в мире. По предварительным оценкам, за время оккупации Армения установила более одного миллиона мин. По оценкам международных экспертов, Азербайджану потребуется около 30 лет и 25 миллиардов долларов, чтобы решить вопрос разминирования территорий. Кроме того, по словам главы Азербайджана, Армения систематически совершала военные преступления против гражданского населения и военнослужащих Азербайджанской республики. Со времен Первой Карабахской войны пропавшими без вести числятся около 3900 граждан Азербайджана. Большинство из них подверглось пыткам, были убиты и массово захоронены. В этом году мы обнаружили массовые захоронения в двух освобожденных от оккупации селах. Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений. Мы запрашиваем эту информацию уже почти два года, но армянское правительство отказывается делиться ею с Азербайджаном. Алиев также отметил, что почти за 30 лет оккупации азербайджанских земель, села, культурные и религиозные памятники Азербайджана были целенаправленно разрушены, осквернены и разграблены. По словам Алиева, по этим фактам не было заявлено ни одного протеста в отношении вандализма со стороны армянского общества. Добавим, что в Астане в четверг, 13 октября, начался шестой саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем принимают участие главы Азербайджана, России, Казахстана, Катара, Киргизии, Палестины, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Белоруссии, Ирака и Ирана, а также вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР. На саммите в Астане президент Азербайджана провел ряд встреч, в частности с президентом Ирана, Сейдом Ибрахимом Раиси, с президентом Казахстана Касымом Жамартом Такаевым, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Накануне глава МИД России Сергей Лавров встретился в Астане со своим армянским коллегой Араратом Мерзаяном. Последний в очередной раз выступил с критикой в адрес России и организации договора о коллективной безопасности, якобы из-за того, что после эскалации на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября ОДКБ проявило, как было сказано, бездействие. Глава российского МИД в ответ на это заявил, что внеочередной саммит ОДКБ состоялся сразу же после того, как Армения его запросила. Он добавил, что организация готова отправить своих наблюдателей в Армению. Для этого требуется решение Совета коллективной безопасности. Сразу же после того, как Армения попросила созвать внеочередной саммит ОДКБ, он состоялся. Были приняты решения отправить в Армению генерального секретаря ОДКБ, руководителя объединенного штаба. Они туда съездили, привезли рекомендации. Эти рекомендации у нас на руках уже больше месяца. Они заключаются в том, чтобы отправить на территорию Армении, на границу с Азербайджаном, мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ. Лавров подчеркнул, что единственное, что требуется для отправки миссии, это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем ОДКБ. Лавров напомнил, что председателем ОДКБ сейчас как раз является Республика Армения. Однако решения вопроса пока нет. По словам Лаврова, как только у армянской стороны появится время, организация такую миссию формально одобрит, и она сможет приступить к работе. Добавим, что накануне стало известно, что 14 октября в Астане пройдет трехсторонняя встреча российского, азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Сегодня сотрудник посольства Азербайджана в США Тагрул Алиев раскрыл некоторые детали недавнего покушения на автомобиль дипломатического представительства в Вашингтоне. По словам дипломата, к административному зданию дипредставительства подъехала неизвестная машина. Из нее экстремисты открыли огонь по служебному транспортному средству, после чего она скрылась с места происшествия. По словам чиновника, по счастливой случайности никто из людей не пострадал. После расстрела автомобиля сотрудники американских спецслужб были приглашены в здание дипредставительства. Они изучили кадры с камер видеонаблюдения. Дипломат также отметил, что об инциденте были проинформированы Государственный департамент США и Служба госбезопасности. Однако на данный момент никаких мер в связи с инцидентом принято американскими спецслужбами не было. Напомним, в ночь с 10 на 11 октября в Вашингтоне неизвестные обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана. В связи с произошедшим инцидентом дипломатическое представительство Азербайджана экстренно проинформировало соответствующие структуры США. В сети появились кадры обстрелянного автомобиля Toyota вишневого цвета. На кадрах видно, что заднее стекло машины сильно разбито после выстрела. По мнению специалистов, нападавшие стреляли, скорее всего, из боевого оружия, поскольку травматическим пистолетом разбить подобное стекло очень сложно. Оно защищено пленкой класса А. Это непроникающий удар. Пленка такого класса выдерживает три удара стальным шаром при свободном потении с высоты до 5 метров. В связи с обстрелом автомобиля азербайджанской дипмиссии в МИД страны был вызван временный поверенный в делах США. Азербайджанская сторона выразила обеспокоенность инцидентам, снова совершенным, по всей видимости, радикалами. Кроме того, над американской стороны потребовали обеспечить безопасность азербайджанского диппредставительства. Тем более, что в последнее время друг за другом произошло сразу несколько нападений на посольство Азербайджана в разных точках мира. Напомним, в каких странах произошли нападения на дипломатические представительства Азербайджана за последнее время. 4 августа радикальная религиозная группа совершила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании. Проникнув в здание дипмиссии, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги. После того, как вмешалась местная полиция, члены группы были выведены из здания и задержаны. Содрудники посольства не пострадали. В середине сентября, сразу после эскалации на Азербайджан-армянской границе в столице Ливана-Беруте, толпа армянских радикалов устроила акцию протеста у здания посольства Азербайджана, спровоцировав столкновение с полицией. Буквально через несколько дней группа агрессивно настроенных радикалов попыталась ворваться в посольство Азербайджана, теперь уже в Париже. Тогда за отсутствием должной охраны сотруднику посольства пришлось одному пресекать действия нападающих. Стоит отметить, что в США и Франции находится крупнейшая в мире армянская диаспора, среди представителей которых большое количество националистически настроенных граждан.